Всем привет! Меня зовут Даша Кей, и сегодня я хочу сделать обзор на косметику Софии Ротару, Филиппа Киркорова, извините, Вера Сердючки, простите, я совсем забыла, Аллы Борисовны Пугачевой. Ну что я несу? Конечно же, Веры Брежневой. Вера Брежнева запустила собственную линейку косметики, которая запустилась вот буквально сегодня. Я ходила и как обычный обыкновенный покупатель шарилась по магазинам Золотое Яблоко и купила себе палетки и много чего другого. Там помады, карандаш для бровей, в общем, мы это все сейчас посмотрим. Для меня это был шок, немножечко необычно и, в принципе, интересно, поэтому я и решила попробовать эту косметику. Я ее посвочила в магазине и хочу вам сказать, что, в принципе, не все так плохо, поэтому давайте начинать. Что вообще представлено в этой коллекции? Палетка теней, три штуки, ну, три вида. Я купила одну, палетка хайлайтеров и скульптурирования, конечно же, помады, гели для бровей, карандаш для бровей и тушь. Ну, вот такая вот еще мне открыточка досталась. Видимо, описала она маркером. Приятно. Сколько же мне пришлось заплатить за эту чудесную косметику? Начнем с того, что я была в день презентации. За каждые три с половиной тысячи мне давали подарок. Раз подарок, два подарок, три подарок. Я думаю, несложно будет посчитать, сколько будет три раза по три с половиной тысячи. Месячной моей зарплаты больше нет. Короче, вот чек. Ну что, будем начинать? Давайте сюда. Я хочу максимально честно и непредвзято отнестись к этой косметике, по факту разложить, нужна ли она вообще на рынке. Мое личное мнение. Я хорошо отношусь к Вере, мне нравится, как она поет. Но, в принципе, наверное, это все. О бьюти-начинаниях ее я не слышала. Начать бы я хотела с вот этой вот палетки. Палетка для контуринга и подсвечивания лица. Палетка стоит 3200 рублей. Не буду лукавить, весь этот запуск вот такого вот нюдового цвета мне напоминает, конечно, Ким Кардашьян. Очень похоже, не буду говорить скопировано, но очень похоже на палетку Ким Кардашьян для контуринга. Палетка от Ким стоит 30 долларов, ну, то есть где-то 1900 рублей. Как бы сейчас я сделаю свотча. Когда я подошла к корнеру бренда Вера, там стояла Ник и Кисляк. Я, честно говоря, на тот момент немного забыла ее имя, но визуально помнила, потому что я видела ее в бренде L'Oreal. Бывший главный визажист бренда L'Oreal. Она помогала разрабатывать всю косметику Вере Брежневой. Именно эта палетка сделана в Китае, да, но вся остальная косметика сделана в Италии. Косметика не тестируется на животных, ну, видимо, кроме этой палетки. Я не знаю, ладно, я не буду ничего утверждать. Косметика, произведенная в Китае, в принципе, по закону должна тестироваться на животных. И, в принципе, формулы, если они брали готовые, то все формулы готовые, которые уже есть на заводах, то они уже протестированы на животных. Если они делали прям с нуля, у них есть какое-то свое производство, то, конечно, да. Значок Cruelty Free у них уже стоит на упаковке. Часть упаковки сделана из переработанного пластика, алюминия и биоразлагаемого картона. Зеркало, также зеркало можно использовать отдельно. Если убираешь зеркало, то палетка не закрывается. Ну, я думаю, начну я с контуринга. Вот этот вот оттенок, он очень пигментированный и сыпучий, я не знаю. Так, может быть не надо спряхивать? Мягкая, очень пудровая, талькообразная консистенция. Сейчас мы посмотрим состав. В составе на первом месте тальк, на втором мико, магнезиум, алюминиум. Вы мне обычно пишите в комментариях, что тальк это нормально, но не во всех пудрах есть тальк, и не во всех пудровых продуктах есть тальк, и в принципе для многих это является решающим фактором для того, чтобы купить какую-то косметику. У них просто-напросто от талька прыщи и забитый порок. У меня сейчас кожа в очень плохом состоянии. Вот у меня прыщ, вот. По лицу еще много шелушений осталось из-за того, что лицо сушит батареи. Я до сих пор его не сильно вылечила. Я сегодня делала маску, увлажняла кремом. У меня был нанесен тональный крем, увлажняющий для продукта не самые простые условия. Именно поэтому продукты, которые состоят полностью из талька, естественно, не будут идеально растушевываться на лице. Так, я возьму маленькую кисть и законтурирую нос. Оттенок, да, неплохой. Пахнет пластиком, биоразлагаемым. Палетка очень пигментированная. Я максимально постаралась растушевать нос. Я беру сверх пушистую кисть для румян и буду наносить вот эти вот матовые румяна. Хотя у меня и так нарумяниное лицо. Очень пигментированный продукт, невозможно его нанести легко. Ладно, я возьму немного тонального средства и уберу у носа. Дубль два. Набираю немного румян. Наношу даже на скулу немного. Я так понимаю, это тоже просто голографичный немного румяна. Очень легкое у них сияние, прям, ну, незаметное. Скорее всего, их нужно использовать вместо румяна, может быть. Как вообще действовала Вера? Так я думаю, ну, контуринг все любят, румяна все любят. Если она как бы создавала продукт сама, не копировала. Так, хайлайтер на руке деликатный. Действительно. На скулах он все такой же деликатный. Хайлайтер переливается красиво, но вы видите вот это пятно? Это пятно от контуринга. И оно не растушевалось именно по той причине, что его текстура для сухой кожи не подходит. Из этой палетки мне понравился только хайлайтер. Он очень деликатный и красиво смотрится. Это карандаш для бровей. Стоит он 900 рублей. Страна производства Чехия. Я спросила, какой финиш все-таки у этого карандаша. Он восковый или он пудровый? На этот вопрос точно мне не ответили. Сказала, у всех карандашей формула немного отличается. Именно из-за смешивания оттенка. Именно этот более восковый. Когда я его засвотчила, мне сразу же вспомнился карандаш от Essence, которым сегодня у меня были накрашены брови. Как по мне, они немного похожи. Воск очень быстро сходит с моих бровей. Если ваша кожа жирнится в течение дня, то, естественно, карандаш на восковой основе расплавится на нем. Я хочу накрасить одну бровь карандашом от Веры Брежневой, а вторую бровь карандашом от Essence. Карандаш от Essence тоже на восковой основе. Это карандаш Веры Брежневой, это карандаш Essence за 100 рублей. По текстуре плюс-минус они очень похожи. Этот карандаш немного потеплее. Для меня это где-то 6 лайчочков из 10 за такую, по крайней мере, стоимость. Идем дальше. И это гели для бровей. Прозрачный и втеночек номер 3 под названием Dark Blonde. Такая спиртовая немного отдушечка. Ага, алкоголь в составе геля для бровей. Бровку с карандашом от Essence я накрашу прозрачным гелем, а бровку с карандашом от Веры Брежневой я накрашу цветным гелем для бровей. Упаковка мне немного напоминает контуринг от Charlotte Tilbury. Мне нравится эта упаковка, туши Гурмандис продаются в такой упаковке. Гелевая тушь для бровей стоила 1200 рублей. Здесь такая маленькая-маленькая щеточка. В принципе, удобно укладывать бровки. Этот гель для бровей сделан в Италии. И это коричневый гель для бровей. Он идет с микроворсинками, как вот сейчас в новомодных гелях для бровей. от 2015 года Анастейши Беверли Хиллз. Так, и я не очень люблю... Ааа! Я не люблю цветные гели для бровей. Так, сниму. Да, слушайте, гели для бровей прям хорошо ложатся на брови. Я не люблю цветные гели для бровей, но вот этот мне прям понравился. Он создает такие легкие волоски на бровках. Поставлю гелию цветному для бровей 8 лайчочков из 10. Два геля для бровей 3 тысячи рублей. Для Москвы, возможно, да, окей, типа тут люди зарабатывают нормальные деньги. Зарплаты в регионах наших не позволяют покупать российскую косметику по такой цене. Ну, хорошо, она была сделана в Италии. Это же все-таки для российского рынка делается. Как можно выставлять просто цены зарубежного рынка? Долгожданная палетка для глаз. Это лимитированная коллекция. Vegan Friendly Formula. Breaking Make a Bio-разлагаемый Macho Yalus. Я как бы не шучу, тут так написано. О, палетка сделана как раз из экологичного картона. Когда открываешь, то тут есть кусок, видимо, переработанного пластика. Открываются цвета этой палетки. Я взяла действительно самую красивую. Может быть, не самую носибельную, но самую красивую. Но также отрывается зеркало. И можно его использовать после того, как закончится эта палетка. Но я думаю, что закончится она не скоро. Зеркало палетка не закрывается. Они пронумеровали палетки как карандаши для губ. Немного странное решение. Они просто написали 1, 2, 3, палетка. И все. Очень нежная текстура. В центре перфорация буквы В. Эта палетка похожа на палеточку уделяток Huda Beauty. Но по текстуре она очень напоминает тени от Наташи Денона. Задала очень высокую планку. Она хочет конкурировать и по цене, и по качеству с такими брендами, как Наташа Денона. Я возьму бежевый оттенок. Очень пигментированный и вельветовый финиш именно у этого оттенка. Как бац, а неплохо. Дальше я возьму вот этот золотистый оттенок и нанесу его на все веко. Они уже начинают осыпаться сюда. Ну вот так вот смотрится как-то. Как-то так. Я беру маленькую кисточку, набираю вот этого песочного голографичного оттенка. Наношу этот оттенок на внутренний уголок глаза. Я думаю, что именно так предполагается наносить эти тени на Новый год. Я беру самые блестящие тени и наношу их на центр века. Осыпавшиеся тени я сейчас постараюсь смахнуть. Я накрашу этот глаз немного по-другому, чтобы полностью раскрыть эту палетку на моих глазах. Мне действительно интересно, что из этого получится. Так, что он не переносит совсем. В общем, пока я наносила его кисточкой, все блестки рассыпались. Попробую нанести пальцы. Ну, я могу точно сказать, это лучше, чем косметика Леди Гаги. Так, ну, нужно проходиться, конечно, консилером под глазами. Вот так вот смотрится оттенок на веки, прям полуполупрозрачно. Несу ярко фиолетовый оттенок на центр века. Возьму маленькую кисточку. Даже если бы эту косметику сделала бы София Ротарова, если бы с Филиппом Киркоровым. Ну, это смотрится красиво, я не знаю. И опять я беру карандаш от Essence и прокрашиваю им слизистую. Тандем Essence и Вера Брежневой. По нижнему веку я также пройдусь тенями. Мне очень нравится, как смотрится этот макияж. Остальные тени меня не так вдохновляют и впечатляют, поэтому матовые это вообще не моя история. Теням я ставлю 9 лайчочков из 10. Очень мне они понравились. Не нравится мне их, конечно, только цена. Я передвигаюсь к туши для ресниц. Там было представлено два варианта. Объемная и тоненькая. У меня тоненькая, потому что объемную уже раскупили. Стояла я, конечно, там как за колбасой в СССР-овские годы. Маленькая-маленькая щеточка. Сейчас очень актуально использовать вот такие маленькие щетки. Ими можно подлезть вот прям в корни ресниц. Моя любимая тушь это Vivienne Sabo Cabaret. Я пробовала использовать люксовые туши. Да, в принципе, прикольно. Эффект плюс-минус такой же, как у Vivienne Sabo. Но стоит это, конечно, в 10 раз дороже. Честно говоря, я не понимаю пока что, что вообще происходит. Что-то вообще происходит. Ну, очень слабенько. Эффект натуральных ресниц. В принципе, да, эффект натуральных ресниц достигнут. Я бы хотела попробовать Volume тушь, ее объемную. Тушь стоит 1000 рублей. Это 4 туши Vivienne Sabo. Их мне хватит на целый год. Зачем мне тушь Веры Брежневой, если я могу купить за эти же деньги тушь Saint Laurent? Формула хорошая, но очень дорогая. К сожалению, 5 лайчочков из 10. И завершающей частью будут помады. Одна кремовая помада стоит 1400 рублей. Я подбирала самые красивые оттенки. Это нюд. Нюд, еще раз нюд. 50 оттенков нюда. Оттенки 12 и 11. Текстура у этих помад кремовая. Логотип похож то ли на Victoria's Secret, то ли на Victoria's Backham. Упаковки приятные, но есть небольшой вайб. Присутствует упаковок от Stellar. Небольшое вдохновение. Тут пластик прям совсем китайский. И тут он немного попрочнее. Плюс тут есть магниты. Вот та самая помадка Сережи Наумова. Тоже наш российский визажист. Его формат помады в пуле мне нравится, конечно, больше. Это матовая помада. Несу сначала светлую. Оттенок My Illusion 11. Без карандаша, потому что карандаша у Веры нет. Помада ложится очень плотно. Сливочная приятная консистенция. На руке смотрится тоже коричневым, красивым. Но на губах он немножечко выбеливает. Оттенок номер 12. Я думаю, что этот оттенок будет таким бестселлером. Намного лучше смотрится помада, если ее промокнуть. 4 лайчочка из 10. Только лишь потому, что это совершенно не новая формула. Такие оттенки можно найти в других брендах. Я докрашусь и вернусь к вам. В принципе, я рада за Веру, что она создала косметику, которая может пользоваться сама. Но не обязательно было нам ее продавать. Дико напоминает косметику Ким Кардашьян и прочее-прочее. Может быть, на нее повлиял журнал Forbes Кайли Дженнер. Потому что она стала долларовой миллиардершей именно на косметике. История не только коммерческая. Можно было сделать косметику намного дешевле и продавать ее людям. Качество хорошее. Она произведена в Италии. За исключением вот этой вот палетки для контуринга. Она вообще не стоит тех денег, за которые ее продают. Я бы не стала второй раз отдавать за нее 3200 рублей. По мне, оттенки очень сильно пылят. Не делают далеко того, что могут сделать то, что может сделать вам Шарлотта Тилбори. Даже Huda Beauty. Палетка теней очень красивая. Мне понравился сливовый оттенок, который вы сейчас видите у меня на глазах. Ну и, конечно, Вера Брежнева, создавая свою косметику с топовыми визажистами, не может приблизиться к Наташе Деноне, которая для меня пока что фаворит. Я сначала не понимала, почему Наталина так восторгается ей. Сейчас Наташа Денона появилась в Сифоре, и я прям настоятельно рекомендую попробовать хотя бы засвочить ее палетку. Классная задумка с тем, чтобы использовать эко-материалы. Экологичная упаковка не спасает эту помаду от того, что формула ее устарела. Возможно, даже немного похожа на сливочные помады от Tom Ford. Но когда ты используешь помаду Tom Ford, у бренда есть история. А какая есть история у этого бренда? Этот продукт мне напомнил гель для бровей от Catrice. Это Вера Брежнева, внизу Catrice. Микрофибру мы также можем найти в Brow Precise от Maybelline. Про карандаш для бровей я уже все сказала. Нарисовала брови, и по мне так они очень похожи. Эта бровь у меня нарисована Essence, а это Вера Брежнева. Мне бы не хотелось труды, которые сделала Вера, приравнивать к нулю. Она действительно сделала большую работу, сделала крутые формулы, взяла все лучшее. Но из других каких-то зарубежных, либо уже придуманных средств, ничего инновационного тут нет. Как бы вы не любили запуск Лены Крыгиной, у нее абсолютно инновационный продукт. Смотря на то, что Лену Крыгину часто сравнивали с Данессой Майрикс, у Лены это совершенно другой подход. Мне нравится, как она экспериментирует с продуктами и не боится делать только то, что вы будете покупать. Она сделала как раз-таки продукт для себя. В случае с Верой Брежневой тут абсолютно идет маркетинг. Это хорошо продуманная рекламная кампания, хорошо продуманные позиции, которые хочется купить. Но это не значит, что они нам нужны. Понятное дело, что хочется поддерживать российского производителя, но хочется, чтобы российский производитель немного думал о нас. Что, ну в таком случае мы ждем запуск косметики от Оли Бузовой, Ксюши Бородиной, Ксении Собчаком, от Аравшаны Курковой. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и... С вами была Даша Кейн, до скорых встреч, пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok